Кокшитовский высший технический колледж входит в число лучших учебных заведений. У организации образования помимо достижений есть и проблемы. Это нехватка общежитий. Для решения этого препятствия в проекте два новых здания на 600 мест. Одно из них было введено в эксплуатацию совсем недавно. В ходе рабочего визита в Акмолинскую область заместитель премьер-министра Тамара Дюсенова ознакомилась с жизнью ряда образовательных учреждений, также посетила общежитие. Это новое общежитие высшего технического колледжа, рассчитанное на 300 мест. Студенты могут попасть сюда по специальной карте через турникет. То есть посторонние войти не смогут. В комнатах созданы все необходимые условия. Условия для студентов созданы секционные проживания, двух- и трёхместные комнаты с отдельным санузлом, с отдельным душевой. На каждом этаже располагается блок питания, на каждом этаже расположена прачечная комната с отдельными сушильными и стиральными машинами. В общежитии также предусмотрены специальные комнаты для эффективного досуга студентов. В ноябре планируется ввести в эксплуатацию ещё одно здание на 300 мест. Таким образом, к концу года дефицит будет полностью решён. Затем заместитель премьера посетила многопрофильный инновационный колледж в селе Красный Яр. Учебное заведение имеет 85-летнюю историю. Оно было признано лучшим колледжем по региону. В послании народу Касымжамар Токаева глава государства объявил наступающий год годом рабочих профессий. Президент подчеркнул необходимость реформирования системы технического и профессионального образования. Поэтому колледж вместе с рядом партнёров совместно создаёт на базе учебного заведения малое предприятие. Студенты разрабатывают оборудование для элеваторов и занимаются сельским хозяйством. В сети предложений, которые сегодня поступили к нам, мы на уровне Министерства просвещения обобщим. И к декабрю месяцу у нас будут подготовлены первая дорожная карта по трансформации колледжей, у нас будет подготовлен комплексный план по проведению года рабочих профессий. И у нас будут подготовлены проекты законов, касающиеся изменений дошкольного образования, школьного образования и, конечно же, профессионально-технического образования. Затем заместитель премьера посетил инклюзивный детский сад «Айала» в микрорайоне СРРК. В нём созданы все условия для оздоровления, развития и расширения знаний около 170 детей. Сотрудники обслуживают каждого ребёнка индивидуально с помощью специального оборудования. Группа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 7 детей. В остальных 7 группах – по 10 детей с задержкой психического развития. В целом, в данном детском саду созданы хорошие условия для коррекции развития обучения, воспитания детей. Особое внимание со стороны государства уделяется сфере образования. Ребёнок должен систематически развиваться, начиная с детских садов и заканчивая старшей школой. По поручению президента, сейчас в организациях образования ведётся комплексная работа. Необходимо, в первую очередь, чтобы дети, подготовленные, пришли в школу из садиков. И синхронизация образовательных программ между школ, начальными классами и детским садом. Дальше синхронизация образовательных программ 10-11 классов с колледжами, чтобы уже дети могли получить ориентацию на свою профессию. И дальше следующий вопрос – это уже синхронизация образовательных программ колледжей с высшими школами, чтобы ребёнок, который закончил ТИПО, он не начинал заново с первого курса. По словам заместителя премьер-министра, ведётся большая работа по вопросу дефицита педагога. В центре внимания вопрос привлечения специалистов в отдалённые населённые пункты. Также для повышения квалификации вводятся различные курсы. Эльмира Успанова, Александра Гауэрт, Лаура Даулитбек, Павел Соловьёв, Бекжан Тулебек, Кущеяк, Парад.